всем большой привет у нас уже вечер и снова дождь дожди если честно нас уже то есть мы от них при устали но ничего сейчас включим свет и я буду показывать вам красоту оставайтесь со мной наконец-то я приобрела венчик для того чтобы взбивать чай матча вот очень удобный из бамбука знаете что его нужно очень хорошенько просушивать поэтому он здесь но удобно удобно и также мне попалась вот такая красота это атомайзер смотрите как он сделан я думаю что здесь возможно были был какой-то аромат хотя он не слышится но сам атомайзер так это называется очень очень красивый такой восточный вот так что вот такие находки было много много посуды и сейчас я вам покажу не зря здесь лежит картина колешь помните это колешь я вам показывала и она еще все еще в наличии если кого-то интересует ну и я просто обожаю вот различные сцены с лошадьми кареты колешь и так далее и посмотрите какую красоту я вчера нашла это такое блюдо поднос ну скорее всего блюдо керамическое просто невероятное сейчас я вам покажу поближе у него просто шикарная форма ну и конечно трон у меня сам рисунок это ручная роспись здесь есть подпись автора и посмотрите все очень реалистично цветы и трава колешь вот такая влюбленная наверно пара а возможно дочь с отцом кто знает зонтиком не розовое платье то есть детали просто вот там можно рассматривать как на картине но это и есть картина когда это ручная роспись ручная работа на холсте писать или на керамике на фарфоре я считаю что в принципе почему это похожие в деятельности если не одинаковый что скажете блюдо в идеальном состоянии оно такое не слишком тяжелое и франция вот видите опознавательный знак что франция ничего больше мне кажется очень эстетично и красиво такое блюдо вчера я вам показала вот эти две тарелки это конечно же лимош галантные сцены и сейчас я вам покажу их поближе тот кто смотрит меня постоянно то знает и видел вот эту шикарную тарелку зеленую с галантными сценами ну и конечно же это скорее всего и одна серия я вот смотри по росписи это один и тот же художник это тарелка ателье дар лимош вот она уже нашла свою новую хозяйку и полетит в германию а вчера мне попались вот такая красота посмотрите на бордовом сейчас как раз у меня гостиная в бордовом в красном как хотите вот такие галантные сцены тут та же подпись художника я не знаю передает камера или нет покажу на второй тарелке по золото орнамент очень мне нравятся галантные сцены и вот на этой тарелке нет подписи но это сто процентов один и тот же художник смотрите здесь есть подпись возможно они продавались в паре вот платье у дамы невероятное здесь уже или возможно не знаю ну хотя по золото тарелки в идеальном состоянии не могла никак смыться вот ателье дар и так далее есть знак качества смотрите какая красота вы меня спрашиваете не жалко ли мне оставаться с такой красотой конечно же очень жалко потому что такие вещи они встречаются все реже и реже вот подпись художника видите здесь ну вы знаете я просто не могу все оставлять себе и это такое счастье когда вот твои маленькие детки так я называю посуду украшения аксессуары они разлетаются по всему миру и вы прикасаясь к ним пользуясь ими можете в какой-то момент просто вспомнить светлану франц это очень очень приятно вот такие две красавицы у меня появились я думаю что все конечно же понимают что это тарелочки декоративные не для того чтобы из них ели потому что по золото она просто-напросто будет ходить ну и нельзя их корябать ничем они для украшения вашего интерьера да я бы даже в них не подавала что-то съедобное нет потому что ну можно просто-напросто все испортить я считаю что в этот в этот раз просто невероятные находки и их много скорее всего в одно видео не войдет поэтому разделю на два давайте посмотрим на вот эту вазу вот что-то не отмылось пятнышко иногда просто боишься слишком когда ручная роспись потереть поэтому остается что-то посмотрите какая красивая форма это как раз вот под один цветок или розу ну можно несколько конечно если тоненькие таких ваз много не бывает всегда в хозяйстве они пригодятся это лимош и это ручная роспись эксклюзивная модель то есть сам автор создал ее расписал вот здесь есть подпись невероятно нежная красивая посмотрите и рисы и каждая деталь тоже просто нарисована с душой понимаете когда автор придумывает рисунок он вдохновляется очень часто чем-то кем-то ну и в большинстве случаев природой цветами и решает что и как он будет делать и вот когда мы берем ту или иную вещь в руки иногда мы просто мельком как-то обращаем на нее внимание но когда вы остановитесь почувствуете присмотритесь то вы увидите в какой-то степени душу художника его чувства я считаю что каждый предмет это не материализм просто вот такие предметы хендмейд ручная роспись они на самом деле заслуживают такого внимания вот такая вазочка еще раз хочу повторить потому что обзоры такой вот посудной лавки я делаю здесь потому что света больше как-то не люблю искусственные лампы включать да и некогда если честно все это доставать присоединять я покупаю посуду для своего бутика на заказ на продажу себе если кому-то что-то понравилось то конечно же пишите в личную почту я всегда вам отвечу как я уже сказала мои детки разлетаются по всему миру форма у нее очень красивая здесь пятнышки меня нервирует но сейчас я их ототру просто шикарная давайте чуть-чуть отдохнем от посуды я вам покажу здесь вот есть книга и косметички вообще если кому-то нужны возможно кто-то собирает коллекционирует брендовые косметички от ароматов или просто то обязательно пишите вот такая Диор скорее всего это от аромата она новая вот с замочком Кристиан Диор косметичка она в принципе бордового цвета вот так даже вот лучше иногда камера искажает цвет и вот такая большая косметичка черного цвета или темно-коричневого не знаю вот передаю темно-серого вот такого да это лан 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 здесь прям уже такая солидная для мужчины на подарок уже как сумочка такая с замком она здесь вот у нее идет кнопка то есть такая большая солидная косметичка которая наверное приходится и в машине для документов я считаю так и наверное все таки это нет наверное кожзам кожзам новая она вот такая большая так что вот такие находки еще взяла очень много слышала и знаю что некоторые практикуют мода ретро мода ретро да это такой раскраска да сейчас очень многие так как мир был на локдауне кто-то нервничал любят раскрашивать именно вот такие мелкие детали психологи говорят что когда ты берешь карандаши и раскрашиваешь это очень успокаивает не знаю я не пробовала ну видите какая она классная ретро здесь платье и так далее мне кажется это отличная вещь вот именно на подарок на подарок это очень красиво и оригинально тем более вот такая ретро моды вот вот еще мне попалась книга которую я взяла потому что я всегда люблю читать про моду про стиль про то когда то или иное было что-то создано а здесь вот все как раз скажите мне обувь вот от очень старинная какая была в каком веке да когда была создана посмотрите какая раньше вообще из камня наверное у нас первые сандалии были вот история мог обуви и до самых известных марок до самых известных брендов вот какие были где туфельки мне очень интересно почитать такие книги не знаю как вам да и посмотреть иногда мода возвращается и мы видим что дизайнеры возвращаются на самом деле вивьем вуз тут вот 1996 джимми шум 1992 год возвращаются к прошлому в Бразиль вот до какого года честно не знаю последние что 1983 вот такие очень интересно и сегодня мне попалась вот такая коробочка это Англия думаю некоторые узнали потому что у меня уже были такие подставки под стаканы делюксов вот новая коробка и это маты маты под тарелки так они сейчас называются вот такие штучки у меня есть помните такие зеленые конный спорт а это вот различные улицы стрит посмотрите они такие качественные здесь шикарный просто картон прессованный они выдерживают большую температуру и очень стильные посмотрите трафалгар сквер 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 лондон да лондон это можно рассматривать просто как картины фальгарская площадь вот прям так классно здесь детали можно рассматривать дети собаки что делают ну как на настоящей просто картине лондон видите здесь их шесть мат в идеальном состоянии ими не пользовались скорее всего просто возможно купили когда были в лондоне и вот винтажная вещь сохранившаяся в идеальном состоянии еще коробка так что если кого-то интересует то обязательно мне напишите напомню что в наличии остались вот такие полстаканы они все одинаковые а с цветами уже нашли свою новую хозяйку а от поисков посуды я никогда не устаю потому что это на самом деле вот как я говорю очень большой азарт среди кучи всего иногда очень неопрятного грязного и некрасивого ненужного пластика ты можешь найти одну жемчужину которая на самом деле вот стоит того чтобы потратить время на поиск сейчас вот у меня сумка и конечно там новинки очень красивые я решила что буду показывать вам их когда уже все помою очищем мне так как-то приятнее и вы знаете я заразила и свекровь и тетю свекровь мне всегда говорит что мне ничего уже не нужно у меня и так много всего я прожила жизнь но ей очень нравится искать выбирать и очень часто у нас вкусы со свекровью совпадают то что она мне предлагает я покупаю знаете раньше как бы не обратила внимание ну сейчас я прекрасно понимаю что та женщина определенного возраста у ней вкус насмотренность и тем более она знает францию она знает фарфор и я ей доверяю у нас классные отношения поэтому когда вы что-то смотрите это не только мои находки но и моей свекрови тоже да спасибо всем кто написал про мою шторку она не для каждого я сама понимаю и скорее всего я от нее устану и заменю но на данный момент пусть будет муж даже как-то одобрил и свекрови конечно очень понравилось потому что она любит бордовый цвет пока поиграемся сейчас вам покажу еще две красивые тарелки и наверное уже остальное в следующем видео то кто смотрел прошлый влог в том где мы были в магазине мы со свекровью как раз рассматривали вот эти тарелки эти тарелки наверное я их назову супные они такие глубокие можно конечно и под салат и по что угодно я когда их увидела то я сразу сказала Англия ну потому что очень похоже на английский дизайн вот именно фарфора синий зеленый как мое блюдо сейчас меня тянет люблю я раньше бы не обратила внимания тарелки в идеальном состоянии смотрите вот здесь такие сцены деревенские дом мост речка то есть тоже как картина но при этом добавлены цветы сделано все в одном цвете то есть на таком молочном фарфоре вот именно роспись красным или голубым ну когда я давайте сейчас покажу вам вторую тоже очень красивая они достаточно такие увесистые и здесь уже деревня поле кто-то гуляет с собакой вот кто-то просто встречает наездника вот здесь вот парочка такая влюбленная под деревом облака деревья дома скорее всего церквушка тоже такие красивые цветы и когда я перевернула я была удивлена видите что это марка Ponte Basso 1760 вот такой знак и это сделано в Италии Италия вообще с итальянским фарфором я не очень знакома и кто знаком то обязательно мне напишите вот 1760 когда была создана вот именно эта марка это конечно же очень старинные тарелки в идеальном состоянии они скорее всего тоже были как наверное декор потому что французы очень любят покупать и потом на камине или где-то организовывать такую выставку в общем вот такие две тарелочки итальянского фарфора керамика итальянская у меня уже есть а вот фарфора не было вот такой обзор у меня был мои хорошие надеюсь что он вам понравился и если что-то кому-то пришлось по душе обязательно пишите ссылка всегда в инфобоксе в первом комментарии всегда вы можете задать вопросы вторую часть сделаю завтра и всем желаю теплых деньков у нас понедельник выходной нужно мыть окна от дождя и до встречи ваша Светлана Франция всем приятного вечера до встречи